Друзья, всем здорово! Вы на канале Никиты Градова. Я на Таиланде. У нас хреновая погода, нет дождя, но несмотря на это, надеюсь, что день наш будет отличным. Будем сегодня гонить на мопеде, промокнем, подождем однозначно, но дело в том, что тут специфика такая, что здесь от полчаса может светить солнышко, но прямо сейчас мы пришли по завтраку. Вот у нас традиционный завтрак. Юля каждый раз выбирает новое местечко, посмотрим, насколько нам понравится здесь. Как это называется? Сэндвич. Сэндвич, что это называется. В общем, погнаешь. Подъезжаем к горе обезьян. Порядали сейчас все вещи, купили бананы за 20 квадтов, я не знаю, там, наверное, килограмма 3 точно, может, 4 даже. Прям огромные такие две связки. С пепиками? Да, небольшие. Вообще, цена, конечно, офигеть. Говорят, удачи, будьте осторожны, только что туристов встретили. Все, мопеды оставляете внизу и идете пешком. Вот, оказывается, нельзя проехать. Я думал, прямо на мопеде мы еще заедем, никуда спешить не будем. Если что, у нас будет возможность свалить хотя бы. Ну, собака. Это ж гора обезьян, а не собак. Мы же не знали, что ты тут будешь. И бананы. Взяли только бананы, да. Говорят, туристы только что, говорят, очки, очки, говорят, лучше уберите. Но Юля для зрения, поэтому не уберем. Да, кидай, кидай. Пошли тихонько. По одному будешь кормить его? Иди сюда. Ты че? Вот корми по одному и иди. Не, он не дурак, он все, тебя не отстанет. Вот как бы мама все живет. Давай, давай, кидай, кидай. Отбиваемся. Бананометанием. Еще, еще, говорит. На, одну разрешайте. Один, один. По одному, по одному. А, гад такой. На. Че, че, на, на. Все, у вожака много, не бойся это самое. Корми, корми. КОНЕЦ, КОНЕЦ, КОНЕЦ. Опа-опа-опа-опа. Боня, боня, обезьян. Тут, конечно, такое количество. Просто. Не, наверное. Тут их никто не регулирует. Видимо, как бы, ну, размножается и размножается. Условия хорошие. Люди, КОНЕЦ, 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 КОНЕЦ. Люди, КОНЕЦ, 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 КОНЕЦ. Ну, попы у них такие интересные, посмотрите. Такие попы. Спасибо большое за попу. Все, иди. Да, мы прям в тумане просто находимся сейчас. Так я же говорю, он ноги с такой жопой. Такая порода обезьян. Ого. Чего-то они пищат нафиг. Ну что, тебе нравится это место, Юля, или страшное место? Страшно? Вообще. Детские качели такие, советские. Ага. Тут тоже парковка. О, все, там уже собаки. Вот собаки не дают, получается, им там и там проходить. А, там, видимо, дома какие-то. В общем, собаки хорошо отпугивают их очень. Все, на обратный путь идем? Ну да, поехали. Ну, хорошо. Сейчас я просто поднимаю, давай, опять. Так, малыши, у нас ничего нет, сразу говорим. А то все начинают к нам идти, видите? Вот. Ну, вам не повезло. Кстати, они, если кто прям очень сильно переживает, то балок боятся. Поэтому можете, например, зонтик с собой взять. Так, кшу. Иди. Вот, зонтик с собой берете, и все. Если что, вы им так раз. Я просто вижу, тайц там внизу стоял, который, во время того, как мы бананами кормили, он зонтик с собой взял. И зонтиком тык-тык они сразу отбегают. Здорово, здорово, извини. Мы тебя чуть-чуть потревожим. Да. Все тайцы с зонтиками ходят. Смотри, вон, маленькая обезьянка все чешет. Так, у них там разборки вожаков происходят сейчас. И все начинают смотреть, думают, кто же будет следующим вожаком. Вот, смотрите, на деревьях. Ага, понятно. Нет, они поняли, что на видео они боятся, чтобы это все попало, а потом скажут, в интернете вы сольете. Классное место, прогуляться стоит. Единственное, действительно, если берете с собой бананы, знаете, что они очень быстро уйдут. В начале. Да, в начале. И очень резко, и ничего вы с этим не сделаете. Вот, либо, я не знаю, даже, может, как-то прячьте их, какую-то сумку прям закрытую с собой берите. Вот, у меня отец, а папа обычно с закрытой сумкой у него прям такая. Вот, и как бы кто-то, если подходит, он сразу дает вид понять. А ты будешь, как он кинул, может, другой обезьянник будет выходить? Ну, хочешь, дай. Это же очень интересно. Они, наверное, все уже поигрались. Ну, дай ей. Все? Ура, у меня есть бутылка, пацаны. Так, что ты с ней будешь делать, рассказывай. А, ты хочешь показать всем остальным, что у тебя есть бутылка? Мы уже находимся в Кокет Таун, это старый город, и мимо салона фонда проходим. Смотрите, вот такой вот мопед стоит 56 тысяч бат. Вот, есть 249, 96, 75. 249, это CBR 250, ну, то есть, такой, не самый мощный, но уже типа спортивный. А сколько 56 тысяч бат в конвертерах у тебя далеко телефон? Вот, сейчас мы узнаем всю правду о стоимости мопедов. Ну... 1738 долларов, 131 тысяча рублей, или 49 почти тысяч гривен. Вот. Но, как бы, я вам скажу, эта цена... Для нас это нормальная цена, вот у нас такие стоят дороже еще, вот. Обычно, вот, например, мы покупаем там какие-то китайские, они стоят там чуть больше тысячи долларов, вот. Но это Хонда, это настоящая Хонда. И что самое классное, во-первых, обслуживание у нее здесь очень дешевое, потому что здесь стоят заводы, этим все сказано. Почему они, собственно, и катаются на мопедах, и очень много новых мопедов, вот. Хотя, казалось бы, цена-то такая, да, хорошая. Вот. Получается, заводы, обслуживание дешевое. И второй нюанс. Очень классные кредиты. Там вообще, нулевые практически проценты. Поэтому многие берут в кредиты машины. Ой, что так капнуло. Машины, мопеды. И вообще не парятся. Выплачивают себе тихонько. Может, тоже в кредит возьмем лопаточку. Здесь такие более европейские магазины на вид. Сильные, стильные, скажем. Здесь все есть солома. Если хотите, есть шляпа. Есть сумки. Ого. Цена такая высокая прям. Ну, видимо, как бы стильная, поэтому ты и платишь. Так, ладно. Мне кажется, надо отсюда свалить, пока Юля ничего себе не выбрала. Если что, я не с ней, а денег у нее... А, на карте-то летит. Идет за мной. Хорошо. Идешь, и такое впечатление, что ты не в Таиланде, а где-то в, не знаю, на Кубе или Доминикане. Такие португальского стиля домики. Красотень. Да, такие как европейские, но в жарком климате. Ну, да, да. Или в Индии где-то, может быть, тоже, где португальцы были. Вот, смотрите, какая красота. Ну, да. Если это видео наберет 100-500 тысяч лайков и миллион просмотров, то мы Юле купим сумку. Поэтому помогайте его распространять. Или же вы просто испортите настроение Юли. Нравится, да? Классная. Ого. Классная. Ну, пойдем тогда, потом купим. С Юлей пришли браслетики разные выбирать. Как, не знаю, прикольно, нет? Вот эти по 60 бат. Короче, 2 доллара стоит. 150 рублей. Или 50 гривен. Так. Что ты думаешь? Таких 3 купителя. Ага. И на ногу смотри, какие красивые. Короче, не нравится. Так возьми себе 6 за 500, да и все, разные. Ой-ой-ой. А какой прикольный будет. Ой-ой-ой. Ты смотри, чтобы потом, когда к нам приедешь зимой, чтобы не примерзло. Чтобы меня не украли. Не, чтобы потом не замерзло, не примерзло к ноге, когда к нам приедешь и вернешься. Вот. Еще в самолете, там же минус 50 за портом. Вдруг откроется случайная дверь. Юля стоит фотографировать. Потому что мы прямо сейчас будем заходить в кафе с животными. А точнее, с котами и кошками. Нет собак. Нет котов. Только Юля. А у меня аллергия. Hello. Юля, по делу, поигрался с котом, а он убегает. Ой, это сколько? Я не знаю. Ой, что ты думаешь? Ой, что ты думаешь? Я вернулась, что ты думаешь? Ой, что ты думаешь? Смотрите, какой у меня красивый. Ой, что ты думаешь? Ой. Так к народу появляется прям вообще. Мы остановились возле лавочки, а? Нет. Все? А бананы? Ага. Вот я сейчас выберу банан. Короче, мы уже здесь не первый раз покупаем. Очень классно здесь по дороге на Патонг. Мандаринчики не ходишь, да? Ну ладно. Смотрите, кокосы по 15 бат. Вот такие вот красавцы. Все, берем. Набрали бананы 30 бат. Огромная связка. Джетфрукт 30 бат. Манго 45 бат. Юля бесценный подарок. Так, всей моей жизни. Хорошо. Лежи. Все, давай. Все на мне, все на мне. Естественно. Естественно. Так. Вот это все у нас вышло на 4 доллара. Представляете, 4 бакса вообще. Как так? Мы уже на пляж пришли. Вот. Дело в том, что прошло примерно часа два после того, как мы посидели в кафе, и у меня началась аллергия. Вот видите, красные глаза у меня. Сейчас я даже камеру переключу. Так. Теперь моя задача влезть в кадр. Как вам глаза мои? Хороши? Вот. Вот так вот. Эх, Юля, Юля. Все из-за нее. Видите, на какие страдания иду ради Юли. Такой жесткий отлив на Патонге, конечно. Первый раз вижу. Ну. Ничего, справимся. Бегу, бегу, бегу за Юлей купаться. Бегу, 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 бегу. Мне осталось недалеко. Метров сто всего лишь бежать-то. Да, очень жесткий отлив. Блин, у меня из-за аллергии такое впечатление, что, знаете, как болеть начинается. У меня даже вода прохладненькая стала казаться. Такое бывает. Блин, ну давай уже. Вот так вот по неопытности с разгону как нырнешь. И все. Фух, прошел уже хоть наконец-таки чуть от берега. Хоть по колено мне уже, слава богу. Ну что там, глубина очень большая, Юль. Вообще круто. Лечимся от аллергии самым лучшим способом промывания. Промывание в соли. Промывание, да. В соленой воде. Ну, наверное, уже поздно хотя промывать. Как говорится, поздно бить боржоми. Когда сходил на Бангларово. Солнце вышло, еще сильнее печь стало. Короче, страдаю на отдыхе, все из-за Юли. Заставляет меня по ката-кафе ходить. На пляже валяться. Не знаю, что делать. Вот. Прям чешется, чешется глазик. Ну, хотя вроде получше стало. Промыл так. Ну, покупался, действительно получше стало. Вот. Ну. Ого. Смотрите, прям когда картинка изменилась. Пару минут назад, когда купались, вообще все по-другому выглядело. А тут вышло солнце и прям вообще уже. Красотища. Ой, какие облачко. Ой-ой-ой. 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 Закат прошел. Собственно, как и ведет. Всем желаем. С Юлией. Обязательно побывать в Таиланде. Смотри, смотри, смотри. Что там? Самолет, самолет. Сила. Возможно, кому-то вот пожелали, а кто-то уже прям сейчас направляется сюда. Ой-ой-ой-ой. А самолеты, кстати, сейчас садятся так, как нужно. Видишь? Скорее всего, он сейчас развернется. И будете. Просто дело в том, что на пляже с самолетами, бывает, самолеты садятся с той стороны, а бывает с нужной, со стороны моря. Если со стороны моря, это безумно красиво. Вот. Все. Будьте здоровы, будьте счастливы, получайте удовольствие от жизни. Отдыхайте, ешьте фрукты. Как мы, не знаю, за 4 бакса сегодня купили. Пейте по косту, а по 15. По 15 бат. Это полдоллара. Меньше даже, чем полдоллара, како стоит. Просто халява. Я это не знаю. Вот. Поэтому и говорят, Таиланд, the land of smile, что переводится как страна улыбок. Чего же не улыбаться, когда все так дешево. За отопление платить не надо. И так далее. Все. Будьте здоровы, будьте счастливы, подписывайтесь, заходите на наши в инстаграм аккаунты. Пока, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...